Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы вместе с вами рассматриваем седьмую главу Евангелия от Марка. И в самом начале этой главы мы видим столкновение Господа с фарисеями, с теми вот обычаями, которые придерживались фарисеи. Читаем текст. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евшие хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предание старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Вот здесь надо сделать такое важное замечание. Речь идет не столько о мерах гигиены, сколько о ритуальной чистоте. Дело в том, что фарисеи придерживались такого мелочного обряда верия, и они считали так, что если ты вот сходил, допустим, на рынок что-то покупать, общался с разными людьми, то вдруг ты прикоснулся или к язычнику, может быть, ты не знал, что этот человек язычник, или к чему-то скверному, и через это прикосновение ты мог сам оскверниться, так как прикосновился к чему-то нечистому. И для того, чтобы очиститься вот от этого, как они считали, скверны, нужно было произвести ритуальное омовение. Якобы это освобождает от духовного осквернения. Также они специально наблюдали омовение чаш, кружек, котлов, скамей, тоже чтобы все в ритуальном смысле было очищено. Ну, допустим, вот в Ветхом Завете там говорилось, что если кто-то прикоснулся к мертвому, да, то такой человек считался оскверненным, и нужно было тоже омыться, чтобы очиститься. Это больше такая вот считала... Здесь мы видим, что внешнее прикосновение считается, якобы оно оскверняет, а Спаситель переводит взор людей на внутреннее. И ученики Христова действительно часто бывали в таких ситуациях, когда, допустим, проходя через поле, они срывали колосья, растирали руками, ели вот эти зерна, и возможности у них не было для того, чтобы какие-то ритуальные омовения совершать. Вот они ели вот в таком простом, так сказать, походном варианте, то, что встречали. С точки зрения фарисеев, они были нарушителями законов. И дальше развивается вот этот своего рода такой вот конфликт противостояния. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». Вот для этих фарисеев, для них человеческий обычай был важнее духовных ценностей, таких как, допустим, милосердие, сострадание. Они не проявляли сострадание ни к апостолам, ни к каким-то бедным людям. Для них было главное соблюсти ритуал. Если ты выполнил ритуал, то значит все, ты хороший человек. Кроме того, здесь они доходили до явных преступлений. И вот как это изобличает сам Спаситель. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал он, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. «Устраняя Слово Божие преданиям вашим, которые вы установили, и делаете многое, всему подобное». Вот, братья и сестры, о чем здесь идет речь? У всех нас есть родители, и у иудеев того времени тоже были свои обязанности перед престарелыми родителями. Тем более, что в то время не было никаких пенсий, содержание было очень скудным, и часто немощные пожилые люди, они нуждались в поддержке. И вот фарисеи, законники, установили такой скверный обычай. Допустим, вот ты, молодой человек, у тебя есть средства, которые были бы необходимы твоим родителям для содержания, но ты, вместо того, чтобы потратить эти деньги на родителей, посвящаешь эти средства на храм, или в качестве как бы жертвы Богу, они рассматриваются, какую-то часть ты даешь фарисеям, они присваивают это себе, и они тебя освобождают от необходимости заботиться о родителях и тратить вот эти средства на содержание родителей. То есть, вот такой обычай был в то время, когда положенное для содержания родителей ты мог назвать посвященным храму и тем самым освободиться от заботы о своих родителях. В конечном итоге вот эти средства присваивали фарисеи. И в этом было явное нарушение заповеди о почитании отца и матери. И это такое лукавое обхождение пятой заповеди о почитании родителей. И у фарисеев было много таких уловок, а в конечном итоге за всем этим стояло сребролюбие. Вот Спаситель изобличает это достаточно строго. А после этого Господь произносит удивительные слова как вот один из принципов вообще Нового Завета. Вот чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета, вот в том числе и в этих словах. Читаем их. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Если нас проезжающая машина обдала грязью, если мы где-то испачкались, то это не оскверняет нашу душу, потому что самое главное в человеке это его бессмертная душа. От любой физической грязи можно отмыться, оттереться, но страшна именно духовная грязь. А духовную грязь часто порождаем мы сами. Если ты произносишь скверные слова, вот эти слова рождаются, исходят из твоего сердца, то эти слова непременно оскверняют тебя, даже если ты входишь в самой чистой, сияющей белизной одежде. Если ты наводишь порядок в своем доме, постоянно протираешь пыль, у тебя вроде бы все лежит на своем месте, но при этом внутри тебя самого у тебя греховные помыслы, которые скачут туда-сюда, и в своих мыслях ты предаешься или блуду, или исполняешься злобы на ближнего, то что тебе польза от этого внешнего порядка в твоей квартире? Твой внутренний грех убивает тебя. И самое главное именно то, что происходит внутри, а не то, что ты внешне делаешь и стараешься таким вот показаться перед окружающими. То есть именно то, что исходит из сердца человеческого, то оскверняет его. И Спаситель говорит, «Если кто имеет уши слышать, дослышит, ну а уши даны всем нам». Мы все призваны к пониманию этих заповедей. Но произнесенное Господом, оно было настолько вот новым для иудеев того времени, что даже ученики Христовы недоумевали. И вот, и когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. То есть вот эти вот слова Господа, что ничто входящее в человека не оскверняет его, но что исходит, это как некая вот образная речь, которая тоже называется притчей. И ученики не могли этого понять, и они спрашивают его о смысле. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища». По большому счету, не важно, что ты ешь, это все подчиняется общим физиологическим законам, а вот важно, чем насыщается твоя душа и что она производит из себя, потому что наше сердце рождает какие-то чувства, наш ум рождает какие-то мысли, либо добрые, либо злые. И родителям чего ты сам становишься, добра или зла? Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Вот именно наше сердце, что в нем происходит? Это и становится определяющим началом. Спасемся мы или погибнем, с Богом мы или с дьяволом. Причем начинается все со злых помыслов в этом перечислении греховных действий, происходящих из сердца человеческого, а завершается все безумством. То есть, если ты предаешься злым помыслам, если ты позволяешь им царствовать в твоей душе, то непременно закончишь безумием, потери здравомыслия и грехи настолько тобой завладеют, что ты непременно попадешь в ад. И вот Спаситель, перечисляя все вот эти действия, он вначале рассматривает, ну, скажем так, вот уровень более такой плотской жизни, того, что непосредственно искушает человека прежде всего. И это все тоже злые помыслы. С этого начинаются, с греховных помыслов, и прелюбодеяния, и блуд, и убийства, и кражи, лихаимства, когда ты пытаешься завладеть каким-то имуществом. А потом уже он обращает внимание на душевные такие действия, злоба, которая может жить в душе, и вроде бы она ни в чем не проявляется, допустим, ты не убил. На первом уровне, да, перечисляются более такие тяжкие грехи, где убийство, где кражи, где лихаимство. А если ты никого не убил, а просто исполнен злоба или коварства, оказывается, и это тоже губит тебя, и это тоже влечет тебя во ад. И непотребство, то есть все то, что не отвечает нечеловеческим приличиям, нечеловеческой совести, и это все тоже искажает и губит нашу душу, и завистливое око, которое делает тебя самого несчастным, потому что если на все ты смотришь глазами зависти, то ты самый несчастный человек. А завершается это все чем? Тремя вот такими упомянутыми тоже греховными действиями, как богохульство, гордость, безумство. Богохульство здесь имеется в виду как вообще отвержение Бога, как богопротивление. И во всем этом проявляется гордыня, как идол своего личного я. А все вместе это и есть безумие. И вот говорит Спаситель, все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. То есть оказывается, что такое зло? Вот с древности философы мучились этим вопросом, что такое зло. Зло — это не несчастные случаи, не какие-то вот катаклизмы. Да, это все неприятно. И наводнения, пожары, болезни случающиеся. Но это не губит душу человеческую. Если у тебя сгорел дом, да, или если ты сам подвержен какой-то смертельной болезни, то страдает твое тело, но бессмертная душа от этого еще не страдает. А вот зло, как сам Спаситель сказал, подлинное зло, это вот все греховные действия, которые зарождаются из сердца человеческого. Вначале это зародилось в ангельской природе упадшего Деницы, а потом это повторяется у людей. И вот такое зло, как богопротивление, как гордыня, которая противостоит тоже Богу, все это и губит человеческую душу, и именно это оскверняет его. Вот ответ на все философские вопросы. Что же такое есть зло и добро? Зло — это богопротивление, а добро, добро, собственно, сам Бог. Если ты причастен к Богу, то непременно это Божье благо, как вот Божье добро, оно и будет царить в твоей душе, и ты сам будешь исполняться добра и доброты к окружающим людям, к природе, к животным, вообще ко всему. В тебе не будет рождаться ни один злой помысл, но для этого нужно очищать свое сердце. Вот эти слова, это, повторяю, это одно из таких вот ключевых учений Нового Завета. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». То есть Спаситель идет на территории Тира и Сидона. Это северные территории, причем это места языческие. Оказывается, Спаситель посещал не только иудейские места, там, где жил богоизбранный народ, но и языческие территории. И вот он входит в какой-то дом, где его ждали. При этом своей человеческой волей он не хотел, чтобы кто-то узнал о нем, но не мог утаиться, потому что о нем узнали люди, и тут же они стали собираться. И вот евангелист Марк из всего этого множества людей он выбирает одну женщину. А почему так? Потому что ее история весьма интересна. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и прия припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиенко, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Вот эта женщина идет и просит не о самой себе, а просит о своей дочери. То есть женщина эта отличалась таким достаточно добрым сердцем. Она очень любила свою дочь, и хотя была язычница, услышав про Христа как необычайного целителя-чудотворца, она направляется к Нему. И вот тут мы видим вдруг неожиданный ответ Христа, который покажется нам непонятным. На ее просьбу что отвечает Господь? «Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». В данном случае как бы идет такое вот противопоставление, что богоизбранный народ – это вот как дети, да? А ну, язычники, иудеи действительно считали язычников как каких-то вот псов, то есть как нечистое такое животное, и поэтому старались не общаться с язычниками. И тут вдруг спаситель произносит такие жесткие фразы. «Дай прежде насытиться детям, да?» То есть ты не среди детей, ты подобно псам, а вот взять хлеб у детей и бросить псам – нехорошо. И все святые отцы, они объясняют это как особое испытание этой женщины. Вот иногда бывает и многие из нас, когда мы только-только шли к храму, мы могли встретить у кого-то из церковных людей тоже какую-то жесткость, какое-то неприятие. И это для каждого из нас тоже было своим испытанием. И тут же вот такой вот выбор – или мы обидимся и уйдем из храма, или же мы смиримся и поймем, что эта обида, она мелочная, а главное то, что мы к Богу идем. И вот уже в Евангелии такое испытание – сам Господь испытывает эту женщину. И она удивительным образом смиряется. Она говорит, да, я подобна вот этим псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. То есть она говорит, да, я вот подобна этим псам, но хотя бы пусть крохи достанутся мне. «И сказал ей за это слово, пойди, бес вышел из твоей дочери». То есть смирение этой женщины оказалось настолько вот удивительным, что тут же Господь исцеляет ее дочь. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Видимо, бес настолько вот мучил ее ребенка, что вот эта вот девочка, она не находила к себе покоя, металась, а тут она, когда освободилась от падшего духа, она обрела покой, и поэтому лежала спокойно на постели. Но самое-то интересное, что Господь вот именно через такое испытание уничижением провел эту женщину. И когда она являет смирение, добродетель смирения, это всепобеждающий добродетель, то благодать Божия тут же действует и исцеляет ее дочь. А бесы вообще-то больше всего боятся добродетели смирения. Вот как мы читаем об этом в Потереках, как одного из старцев позвали к бесноватому, чтобы исцелить. И старец приходит, бесноватый бьет его по щеке. Старец смиряется и говорит, ну вот по слову Евангелия ударь меня и во вторую, по второй щеке. И вот такое смирение действует всесокрушающе на беса. Он тут же покидает этого одержимого человека, потому что не терпит силы смирения. Вот это смирение, казалось, у Серафини Киенки. Это пример для всех нас. Даже если мы приходим в храм, и вдруг неожиданно кто-то относится к нам жестко, строго, пусть он не прав, но сам Господь проводит нас через это испытание. Если мы смиримся, то Господь нам подаст такую благодать, которая разрешит очень многие жизненные ситуации. И даже мы сами не представляем, сколь много Господь нам подаст ради этого смирения. А евангельская женщина тому пример. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. «Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку». То есть вот такой был страждущий человек, который был глухим, он не мог услышать, что ему говорили. А может быть, он когда-то слышал, но потом оглох, потому что какая-то вот речь у него была, но косноязычный, с трудом выговаривая какие-то слова. Мы не знаем всех этих деталей. Во всяком случае, просят Христа возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, а почему в сторону? Для того, чтобы совершить чудо недемонстративно. В этом отличие вообще истинных чудес, что это не какое-то шоу, которое Бог производит перед толпой людей, чтобы всех непременно покорить, таким необычайным чудом. А это вот нечто такое сокровенное, что дается конкретному человеку. И Спаситель не только исцеляет болезнь какую-то, а он прежде всего обращается к его душе. И такие чудеса Христовы, они всегда людей привлекали к покаянию. Люди от грехов начинали отставать. То есть они не просто исцелялись, самое главное, они начинали видеть свое недостоинство, каялись пред Господом и справляли свою жизнь. И вот Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть, «отверзись». «И тотчась отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». Вот интересное такое чудо, насколько я помню, оно описывается только у евангелиста Марка, и здесь мы встречаем такую особенность, что Спаситель исцеляет своим плюновением. Плюнов коснулся языка его, а дело в чем? Вот святые отцы, они тоже толкуют это место так, что во Христе человеческая природа освящается, потому что Христос – это воплотившийся Бог. Вот Господь Бог, как весь свет, весь благодать, весь жизнь, бессмертие, Он воспринимает человеческую природу, и поэтому Христово тело, тело Христа тоже становится животворным, и у Христа все является чудотворным, и даже плюновение Христа, оно становится целительным, потому что все это принадлежит воплотившемуся Богу, как источнику жизни. Вот так вот Спаситель исцеляет этого человека, так что узы языка его разрешаются, и открывается у него слух, и повелел им не сказывать никому. Сам Спаситель не искал человеческой славы, поэтому он запрещал проповедовать. Но вот такая особенность. Но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. Тут надо и людей исцеленных тоже понять, что настолько вот они были благодарны Христу за это чудо, что они считали своим таким нравственным долгом все-таки говорить о Христе. И блаженный феофилакт болгарский, он так говорит, что в этом тоже есть премудрость Божия. Ну, допустим, если ты чудотворец, то ты как раз не ищи славы и всячески запрещаешь, чтобы о тебе говорили. Это свидетельствует о твоем смирении. Но если ты от истинного чудотворца получил какое-то чудо исцеления, то в знак благодарности ты, естественно, можешь о нем рассказать, чтобы и другие люди тоже получили помощь. Вот так вот поступали в евангельские времена те, кто от Христа воспринял какое-то чудо. И чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Потому что во все века Христос действительно все делает хорошо. Кому надо подать исцеление, он подает исцеление. Кого надо провести через жизненные испытания, он проведет, и такой человек становится духовно более крепким. Поэтому Спаситель каждому подает то, что ему служит на пользу. Наша задача — быть со Христом. На этом мы завершаем рассмотрение седьмой главы Евангелия от Марка. Всего вам доброго. До скорой встречи.